Я хочу поговорить с вами на тему авторынка. Почему у нас такой странный в России авторынок? И через это видео я хочу, наверное, даже призвать людей немножко поменять свое отношение к машинам, к покупке, продаже и вообще в целом общем к авторынку. Вы вообще замечали, что купить машину в нашей стране это целая какая-то большая история. Ты должен не то чтобы разбираться в машинах, ты должен быть сыщиком, маркетологом, Экюлем Пуаро, Шерлоком Холмсом. Ты должен знать все. Как пробивать машину, как ее осматривать. Ты должен быть криминалистом, экспертом. Посмотреть, чтобы она не была угнана в розыске, в ограничениях, в залоге, в кредите, в аренде. Можно уже долго перечислять весь этот список. И это, блин, так сложно. А чтобы продать машину, ты должен столкнуться с какой-то уймой непонятных звонков. От всех подряд. От перекупов, от подборщиков, от оценщиков, от аукционов, от автосалонов, от каких-то непонятных звонящих, от мошенников, от задаточников и от кого угодно. Ну да, такое ощущение только не от покупателя. Вообще, что не так с нашим рынком? Что происходит? Давайте разбираться в этом видео. Возможно, оно будет нестандартное, разговорное, но очень интересное, призывающее к изменениям. Вообще, у нас очень интересное отношение к старым машинам. В многих других странах старые машины, это считается 3-5 лет. Все, это старая машина. 10 уже все, утилизация. 20 лет, это прям редкость. Раритет у кого-нибудь в гаражике, ну или максимум в деревне, где-то дедушка катается. А по общего пользования дорогам, ну, не так часто встретишь. У нас же машины 20-летние, это прям нормально. И причем самое интересное, то что с 20-летней машины у нас спрос такой же, как и с годовалой, с двухгодовалой. И первое, к чему хочется призвать, ребята, давайте перестанем относиться к 20-летним машинам и ждать от них нового. Я занимаюсь перепродажей автомобилей. Это такая частая история, когда выставляешь машину какого-нибудь 2005 года, и человек звонящий просит тебя там скинуть какие-то данные, отчет, вин, не вин, и говорит, ой, нет, там 3 крашеных детали. И ты думаешь, камон, машина 2005-2006 года, это совершенно нормально, в этом нет ничего критичного. Ну и что, что там 3 крашеные детали? Нет же, он отворачивается, он не покупает, и он ищет ту самую идеальную новую машину. И от этого порождается обман, порождается то, что начинает скручивать пробег. Когда на 15-20-летней машине человек видит 400 тысяч пробег, он говорит, ой, нет, я брать не буду. В смысле, а сколько там должен быть пробег за 20 или 15 лет? 150 тысяч? Окей, тебе перекуп и рисует 150. Ты приезжаешь, говоришь, хм, похож на родной, но даже если скрутили, то немного. Наверное, тут было 200, скрутили до 150. Нет, блин, там было 400, и скрутили до 150, чтобы ты поверил и купил. Но нет же, ты хочешь верить сказку, да? Ну, поэтому у нас и скрученные пробеги. Поэтому у нас в объявлениях все машины, которым 20 лет, пишут, не бита, не крашена в идеале. Как? Откройте объявление, посмотрите, 80% 20-летних машин, они все не биты, не крашены, пробег 100, 150, ну, 200. А если 300, то это висяк, да? Ребята, может быть, стоит опомниться, уже перестать верить в сказки и понять, что когда машине 20 лет, это нормально то, что у нее будут крашены детали. Вообще, скажу спасибо, что она ездит, потому что в некоторых странах 20-летние машины просто утилизируют и все. О них забывают, так как это не совсем безопасная история кататься на 20-30-летних автомобилях. Я однажды продавал Toyota RAV4 2006 года. И мне звонит человек и спрашивает, а сколько там элементов крашено? Я говорю, ну, то ли 3, то ли 4, приезжайте, смотрите, я точно не помню, ну, вроде как 3-4. Он приезжает, меряет краску, говорит, хм, 4. Я говорю, ну, да, 4, 6-й год, нормально. Он говорит, нет, вы сказали 3, а тут 4. Я говорю, окей, хорошо, 4, я даже скидку сделаю. Он говорит, нет, нет, я не буду брать. После этого мне даже перехотелось продавать ее, так как причина иногда в том, что вместо трех крашеных элементов 4 на 20-летней машине, что? И вообще, заметили, у нас огромная индустрия толщиков, толщиномеров. Мне кажется, ни в одной стране мира нет столько толщиков, как у нас. С фонариком, с ультрафиолетом, определение цинка. Такие, сякие, разные, много-много толщиков. Кстати, по ссылкам в описании тоже толщик, которым идет курс по перепродаже авто. Для того, чтобы обучиться перепродаже авто, только вдуматься, да, так как у нас очень сложный рынок. Чтобы в нем разобраться, порой нужно пройти целый курс обучения. Скоро, мне кажется, в институтах будут преподавать перепродажи автомобилей. Не так давно, да, история была с Блиновской, я такой представил, в Олимпийском собрали Олимпийский перекупов. Мне кажется, все на этом. Они перепродадут этот Олимпийский. Кстати, да, по ссылкам в описании, при покупке толщика будет курс по перепродаже авто в подарок. Осколы. Это вообще отдельная песня. Не так давно продавал Солярис. У меня на капоте был скол размером, вот, ну, с палец большой. Да, неприятно. Я не спорю, я не говорю то, что, ой, чё ж они не покупают из-за скола. Но насколько иногда до абсурда доходит вот эта история со сколами, звонит подборщик, расспросил всё, я ему показал. Я обычно честно говорю, то есть, да, скол есть, скол, окей. И пробег был 70 тысяч. Машина, по-моему, 18-го года выпуска. То есть, ей 4 года. Нормально, 70 тысяч пробега, скол на капоте, ничего критичного. Он это всё передал клиенту, и клиент говорит, нет. Я говорю, мне просто интересно, почему нет. Пробег должен быть до 60, и сколов не должно быть. Как? Ну, то есть, машины 4 года, на ней могут быть сколы, и пробег 60-70 для Соляриса, это не глобально. И я не к тому, что я пытаюсь убедить, купить, я его продал без проблем, другому человеку, причём автосалон продал. Суть не в этом. Суть в том, что насколько тяжело даже бывает продать свежую машину с обычными эксплуатационными моментами, которые, в принципе, нормальны для машины. А цены, насчёт цен давайте. Короче, ставишь дорого. Люди такие, блин, космос, ты чё, офигел что ли? Дорого, всё дорого, дорого. Ставишь дёшево. Алло, а чё так дёшево, в чём подвох? То есть, дорого не берут, потому что космос, дёшево, бояться не берут, потому что в чём подвох дёшево. И вообще, мне кажется, формирование цен на нашем российском рынке, это, вот как хочешь, так и ставь. Может быть, одна и та же машина стоять за 2 миллиона и за полтора. Разница будет, не знаю, в 5-10 тысяч пробега. Не знаю, может быть, в какую-нибудь одну-две опции в комплектации. Ну, просто я так вижу, я так хочу, я хозяин. Я хозяин, я так хочу. И что, что она висит, не висит, не важно, никого это не волнует, понятно всё, да? Но, блин, откуда вы берёте иногда цены? У меня вопрос. Ну, то есть, может быть, как-то надо адекватно отталкиваться от рынка, а не просто над балды ставить. Да, ты сейчас напишешь, вот наглый перекуп жалуется. Ребятки, так я жалуюсь не на то, что, типа, цены высокие или невысокие ставите. Я жалуюсь на то, что... Да я вообще не жалуюсь, я высказываю негодование. А на то, что цены идут от балды. Ну, просто вот я так хочу, я так вижу, я так ставлю. Да, тебе никто не запрещает. Но есть же рынок, и цена должна соответствовать первой состоянию, рыночной цене, каким-то объективным, здравым параметрам, и быть адекватной. Что касается перекупов, это вообще интересно. Понятно, что их очень много разных мастей, от самых гнилых таких вот, которые прям, да, купил, продал трубку, выключил, впарил, дичь скинул и всё, да, до честных. По поводу честных, нечестных, ты ещё поговорим. Но вот давайте по поводу обмана. Говоришь честно, что ты перекуп? Кидают трубку некоторые. Ну, типа, даже говорить с тобой не хотят. Хорошо, я не против, это ваше право. Я знаю, есть ребята, которые говорят нечестно, говорят, да, машина моя, до последнего. Убеждают то, что его. Просто стоит там брата на учёте. Ну, нормальная же тема на брата, там на сватах, хотя один ребёнок в семье сам, братьев нет никаких, но на брата стоит у меня. Звучит как-то, стоит на брата, ну, не суть. Короче, стоит на брата, у него машина, значит. И человек к нему приезжает, и в итоге покупает. То есть верит в обман, проходит все вот эти этапы обмана, там ему ложный паспорт дают, в конторке где-то договорчик пишут. Нормально, берёт. Говоришь правду, не берёт. Мы все хотим машину без ДТП, не крашеную, не битую, самое главное. Такое ощущение, что у нас аварий в стране нет. Вот буквально какая-нибудь одна авария произойдёт в течение месяца или года, и все такие, а, это битая машина, мы её не будем покупать. И ладно, там годовалая, двухгодовалая, не битая мы хотим. Ну, ладно, окей. Ну, когда 10 лет машине, и человек хочет найти не битую, не крашеную. Особенно, знаете, это когда дилетанты приходят на рынок, он получил права, или, не знаю, там, вчера проснулся, такой, всё, хочу тачку купить себе. И ощущение, что ему все должны продать идеальную машину. То есть он недоволен то, что ему вообще там кто-то что-то говорит вообще, что она окрашена. То есть он звонит, а узнает, что окрашена. Ой, не, ой, не. Слушай, машине 10 лет машины попадают в ДТП. И это не значит, что их надо выкидывать. Так как, ну, нет у народа денег так, чтобы ты крыло тюкнул, такой, не, всё, тачка фигня, выкидываю, новую покупаю. Обычно просто крыло красят. И в этом ничего критичного нет. Я не так давно был в другой стране, где вообще на это не парятся просто. Я не говорю о Тотале. Тотал надо выкидывать. У нас не так давно в закрытом чате Перекупов был такой разбор ситуаций, когда человек скинул там Крету. Кстати, по ссылкам в описании можно вступить в чат Перекупов. Это вообще уникальная разработка в нашей стране. Чат и Перекупов. Вот там всё интересное. И человек скинул Крету, она была просто после Тотала. И, ну, пытается её продать. На неё страшно было посмотреть. По мне так вот, ну, её надо было выкинуть, действительно, Тотал. Но у нас это из Тотала делают. И поэтому есть такой формат обмана, когда Тотал под видом нормальной машины продают. И я понимаю, людей не боятся. Но когда машина не Тоталлена, просто крашеное крыло, нет, всё, не беру, потому что за 10 лет покрасили крыло. А как вам вот этот тренд, когда все пытаются быть честными? Это вообще, мне кажется, отдельная песня. Честный эксперт, честный Перекуп, честный Подбор, честный Выкуп, честный Закуп, честный Продавец. То есть вот куда ни тыкни, все честные. Только обманывают, но все при этом честные. Это, ну, у меня, вот, почему не сказать, типа, да просто какой есть. Честный, нечестный, просто вот такой. Игорь Перекуп, ну, вот такой, какой есть. Просто, ну, типа, нет, буду бить себя пяткой в грудь и говорить, я честный Перекуп. Блин, ну, хорош. Подборщики, сколько их, кто-нибудь знает? Сколько компаний по подбору на стране? Мне кажется, каждый второй, это подборщик. Перекуп, это подборщик. Он вчера купил толщиномер, он уже подборщик. Он купил другу машину, просто был с ним, помог. Он такой, хм, я подборщик. Все, он начинает заниматься подбором. Мне кажется, нужно открывать скоро подбор подборов. Компанию, которая будет подбирать тебе подбор. Потому что помимо, ну, хороших, действительно, специалистов дела, которые давно на рынке, которые умеют, которые как-то образовывались, учились, вникали в эту тему, да, экспертов. Помимо экспертов есть, ну, откровенно, просто смешно. Когда там человек, типа, приехал, посмотрел тачку толщиком потыкал, говорит, да, нормально, берем. И потом человек схватил хлам и говорит, блин, она тоталина была. И он, ну, вот как бы так. И вот эти каналы, да, все пошло с Эльдара. Эльдар Автоподбор. Все окей. Эльдар Автоподбор, большой, крутой канал, все. Но потом понеслась Джиган Автоподбор, Джигурда Автоподбор, Семен Автоподбор, Петр Автоподбор, ну и так далее. Вот эти все Автоподборы. Ничего не имею против, но когда, когда, ну, знаешь, ты не знаешь, чем заниматься, займись Автоподбором. А кривота. Вот эти машины, двойники, тройники, лизинговые, ограничения туда же. То есть у нас целые группы есть, да, где продают тачки с ограничениями. То есть человек, вместо того, чтобы решить вопрос, там, закрыть долги, как-то это, он такой, да, легче тачку продать. И что, что, штрафы будут приходить, налоги, еще что-то. Сейчас-то продал, деньги забрал. Вот, и потом кто-то там гоняет на этой тачке по выделенке и такой, а, нормально, зато мне не приходит, приходит ему. Ну, то есть, понимаете, да, насколько уровень, ну, какой-то допропорядочности. То есть, да, мы такие, типа, ну, не-не, мы все, все правильно, все по закону. Ну, на самом деле, конечно, это абсурд. То есть, да, там, двойники, тройники, их даже иногда умудряются где-то кто-то на учет переставлять. Мы не так давно смотрели машину, представьте машину, чтобы вы понимали. Ее собрали где-то в Европе из разных трех. Привезли в Турцию, все перешили, все сделали ее кожаную внутри, там, крутой салон, там, микроавтобус. Привезли в Россию, как-то поставили на учет и продают. Думаю, она собрана. Мы спрашиваем у человека, какой пробег-то хоть? Он говорит, а тут, смотри, от чего отталкиваться. У кузова один, у мотора другой, у шасси третий, а у салона четвертый. Поэтому, от чего, смотри, отталкиваться какой пробег. И все хотят заработать. Вот все перечисленные, вот всех, кого я сказал, хотят заработать на твоей машине. Когда ты выставляешь ее продавать, тебе звонят все вообще. Алло, это аукцион, приезжайте к нам, мы вам дадим максимально. Потом тебе звонит какая-нибудь площадка, где ты размещал. Это авито-аукцион. Потом тебе звонит какая-нибудь девочка с автору. Это автору-автовыкуп. Причем, ты даже продал машину. Я не так давно продал машину, через три дня звонок. Это автору, мы хотим купить вашу машину. Автору-выкуп. Я такой, я продал. А, ну ладно, вы хоть посмотрите, куда вы звоните. Я машину продал. И твою машину, такое ощущение, хотят разорвать все. Перекупы, аукциончики, все-все-все хотят. Но, по итогу, никто не приезжает, не покупает. Ты такой, ну, приезжайте. звонит перекуп и такой алё хотя я сам перекуп я просто по-другому работаю я не буду не суть кто знает узнает кто смотрит стримы там знает и те звонит перекуп такой у тебя машина 500 он такой алё ну чё 400 отдашь ты такой ну приезжаем такой ну ладно давай я подумаю чего звонил зачем или другая история тебе звонит там часик перекуп неважно все расспросил такой ну а торг будет такой ну ну давай скину сколько он говорит ну там тысячу там а даже за 400 и такой давай 420 ну 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 ты такой он давай 400 приезжай ну ладно давай до свидания все зачем ты столько расспрашивал и не купил почему так зачем так вообще объясните мне а еще мне нравятся вот эти люди которые звонят тебе но так как я занимаюсь машинами я думаю кому-то знакомо будет заниматься выкупом или перепродажей подбором тебе звонит знакомый говорит алё Игоряныч короче смотри я там тачку ищу а вот смотри там объявление вот давай посмотрите скидывает в автосалоне подвальном каком-нибудь таком видно прям там отзывы в этом автосалоне соответствующие что в приезжаешь кидают там машины это нет вин подмена или вот все в этом духе он и он такой говорит смотри какая цена нашел а смотри а поеду поеду сегодня посмотреть или горитец езди посмотри ты можешь такого не бывает и он искренне расстраивается он правда думает при рыночной цене в полтора миллиона не бывает что машина в автосалоне продается за миллион на 500 тысяч дешевле рынка и у меня встречный вопрос всегда а ты чё думаешь они тебе типа подарят деньги что ли сейчас да вот у них 500 тысяч там есть заработок они такие да ну а тебе добрый ты человек из региона а потом этот же знакомый он тебе говорит через три дня блин я вообще задолбался искать вообще тачку просто задолбался говорит ну я уже не это Игорян а чё цены то такие и у нас каждый месяц раньше было каждый год рост цен а сейчас каждый месяц рост цен машины подорожали машины подорожали машины подорожали у меня ощущение скоро что ты такой приходишь на рынок уже какая машина которая стоила 2 миллиона она стоит 5 ты такой а какая разница там из-за 2 уже вот что выше 2 уже как-то это далеко типа что на 3 будет стоить 105 хоть 10 она это это дорого и как бы смысла нет ну ладно посмеялся хватит поглумился чуть-чуть над авторынком извините кого зацепил сразу приношу извинения не было цели такой наоборот немножко разбавить наши серые будни но на самом деле если серьезно это мы создали такой авторынок да это мы как люди подорвали к друг другу доверие мы не можем доверять друг другу то есть ты приезжаешь даже вроде все честно я однажды покупал у дядьки машину он меня пригласил в дом у него жена ребенок все мужик честный кремень мужик я отъехал от него через три пять минут у меня автомат упал аварийный режим он это знал прекрасно ему позвонил говорю дядь ну верни деньги автомат у тебя сломанный зачем ты обманул меня он говорит слушай извини дружа дружан друган ты смотрел короче давай все или едь как как можешь как хочешь я уже понял что ну вот вот так вот я не говорю что все такие но в том случае было конечно неприятно и мне кажется наша задача также этот авторынок изменить первое это перестать придираться к 20-летним машинам они 20-летние они до уставшие до окрашенные да и не верить в эти чудеса быть уже но адекватными людьми реалистами то что если там на 20-летней машине пробег 100 тысяч и у нее семь владельцев это сказка скорее всего второе я понимаю сейчас это глупо прозвучит типа мошенники перестаньте обманывать людей конечно надо мной сейчас боржут какие-нибудь мошенники которые меня смотрят скажет хорош ты прекращай ну типа да ну криминальный бизнес никуда от этого не денется я понимаю я не знаю что с этой сферой делать ну она как есть так есть двойники тройники обман и так далее здесь действительно наверное эксперты в помощь здесь ничего с этим не поделать третье давайте будем адекватными в общении по телефону это прям огромная боль у меня потому что когда тебе звонит человек даже от официального дилера и ухмыляясь тебе говорит привози к нам ты говоришь не я не поеду он тебе так чё ты он на ты горит те чё ты мы тебе быстрее продадим у нас комиссия ты грешни не не поеду ну смотри как знаешь ты ты работаешь в официальном представительстве это не раз такое было но будьте вы менеджерами правда уважайте друг друга и в том числе перекупы и подборщики есть адекватные ребята прям классно когда звонят уважение общение здравое хорошее все приехали посмотрели без придирок без претензий без каких-то качелей все адекватно ладно друзья мои спасибо за просмотр и я вижу что ты уже третий или четвертый или пятый ролик смотришь без подписки не очень хорошо давай подписывайся не стесняйся на этом все всем пока